В этом конверте билетов. Как видите, он запечатан. И в таких конвертах без юмора запечатано будущее абитуриентов, которым предстоит сдать вступительный экзамен. Ведь, как говорят сами ребята, испытания – это колесо фортуны. Тому, кто точно уверен, что все выучено, повезет явно больше тех, кто пустил дело на самотек. Однако такие кадры в ВУЗе встречаются редко. Как правило, абитуриенты во время экзамена мотивированы на поступление. Экзамен был у меня письменный. Мы тянули экзаменационный билет. Он состоял из двух вопросов, которые включали в себя два разных раздела по предмету, которые мы сдавали. Вот, например, последний экзамен у меня был психология со специальной психологией. Было немного такое волнение, но, честно сказать, было меньше волнения, чем при экзаменах в колледже. Мы проходили это все, было легко в повторении. Всего ряды студентов Купаловского университета пополнит 2300 человек, 1095 из которых будут учиться за счет средств бюджета. Всего же на бесплатную форму захотели поступать 2408 абитуриентов. Самой популярной специальностью в этом году стал дизайн, где на одно вакантное место претендует 8 человек. Для этой специальности, к слову, кроме двух ЦТ, нужно показать свои способности на творческом испытании в ВУЗе. Вступительные испытания сдают как абитуриенты, поступающие на дневную форму получения образования. Это такие специальности, как журналистика, русская филология, белорусская филология, физическая культура, спортивно-педагогическая деятельность. А также все абитуриенты, которые поступают на сокращенную форму получения образования. У нас таких специальностей много. Это и специальности педагогического факультета начальное образование, дошкольное образование, логопедия в сокращенной форме. Это и специальности факультета экономики и управления, факультета инновационных технологий машиностроения, физико-технического факультета. В зависимости от специальности абитуриенты сдают один или два экзамена в устной и письменной форме. Есть также и творческие испытания, во время которых поступающие показывают свои способности в изобразительном и музыкальном искусстве, а также в спорте. Вступительные испытания в Купаловском университете начались 27 июля, а завершаться они 4 августа. И уже на следующий день 5 августа абитуриенты узнают, прошли они на бюджет или же все-таки нет. Всего в университете 899 человек сдают вступительные испытания. 10 из них пока не явились, но по уважительным причинам. Среди неявившихся работающие люди, которые в силу графика не смогли попасть на экзамен. Университет пошел навстречу. Для 10 абитуриентов вступительные испытания перенесут. В целом абитуриенты радуют комиссию своими результатами. В ВУЗе только трое поступающих получили неудовлетворительные отметки. Если в одном университете явный перебор желающих поступать, то в другом набор продлят. Такая возможность есть в аграрном университете. У нас было 401 бюджетное место, было подано 419 заявлений. Однако они распределились в немножко, скажем так, в специфическом порядке. Поэтому на некоторые специальности агробиологического профиля у нас, скорее всего, будет дополнительный набор. Поэтому я могу сказать, что абитуриенты, у которых есть сертификаты централизованного тестирования по химии и биологии, наверняка смогут подать к нам документы на дополнительный набор на агробиологические специальности в срок после 3 августа до 7 августа. Среди специальностей дополнительно на бюджет набирают на зооинженерию и агрономию. Самой востребованной специальностью оказался менеджмент. Там конкурс 7,5 человек на место. Порядка 30% абитуриентов будут сдавать вступительные испытания по химии, биологии, математике и английскому. Они пройдут 30 июля и 1 августа. 655 абитуриентов претендовали на бюджет в медицинском университете, а получили возможность учиться бесплатно 445 человек. Всего план набора в ВУЗ составляет 705 человек на 4 факультета. Лечебный, педиатрический, медико-психологический и медико-диагностический. Самым популярным много лет остается лечебный факультет. Там конкурс составил 1,7 человек на место. Наталья Мельникова, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова